Ну, этот митинг, он на самом деле, как бы, должен быть такой объединяющий. Да, да, сегодня заявлено много тем. Да, к сожалению, ну, ввиду того, что, во-первых, разрешил исполком проводить его очень рано, хотя согласовывали и другое совсем время. Какое место? С 12 до 15. Но, ссылаясь на то, что, оказывается, это место кем-то занято, ну, вот мы посмотрим, после 12, кем он занят. Нам предложили место, это место, с временем с 9 до 12. Мусоро-жигательный завод планируется построить в Казани, в районе Самасырово. Вот, Самасырово является пригородом Казани и самой ее верхней точкой. В ближайшем радиусе воздействия этого завода оказываются миллионы, сотни тысяч людей. Это Азина, Клыки, Вознесение, Алтан, Салмачи, Горки. Все эти люди будут испытывать на себе негативное действие этого завода. Мусоро-жигание устаревшая технология, поэтому мы против того, чтобы мусоро-жигание променялось в условиях Казани. Если удачливые думают, что протест можно остановить лишь отставкой Халикова, то на самом деле это ошибка. Потому что нам всем нужны результаты. Одним из результатов нам нужно решение по отмене постройки мусоро-жигающего завода в городе Казани. Потому что это строительство убьет всю Казань. Как вы знаете, будут в воздух выбрасываться диоксины. Это вредные вещества, которые будут влиять на иммунитет. И процент новорожденных, больных детей будет выше. А нам это нужно? Нас об этом спросили кто-нибудь? Ни одного публичного слушания по постройке завода не проводилось. Когда в 2008 году вводили акциз, нам сказали, что отменят транспорт-налог. Транспорт-налог не отменили. Оставили акциз и оставили транспортный налог. В 2015 году ввели Платон. Сказали, что эти деньги пойдут на дороги. Эта система пришла у нас с европейских стран мира. Взята она с Германии. Два года она там обкатывалась. Грузовой транспорт начал его платить. Частников оттуда выжили. Пришли монополии. Потом начали, как бы сказать, малотоннажный транспорт подключать к этой системе. И уже в этом году платит уже легковой транспорт. Вот эта система была взята оттуда и создалась под названием Платон. Это лишь диалог, а не какой-то там супер-мега-вражеский митинг. Тут людей, получается, у которых душа за страну болит, их на видеокамеру как преступников снимает. То есть, на самом деле, здесь не преступники, а люди, которые переживают за страну, и люди неразнодушные. Вот мы, настоящие патриоты, не те, кто рвет на груди рубаху и кричит там, мы всех сильнее, мы всех закидаем ракетами и так далее. А мы, которые думают, как жить каждый день, как делать так, чтобы воздух в городе был чистым, чтобы нас не грабили, чтобы не отнимали деньги у наших детей. Платоны, теперь вот монополизация мусора, грабеж вкладчиков банков с государственным участием банки, неправосудная система, когда кидают вкладчиков, вернее, не вкладчиков, а дольщиков, которые отдали деньги за квартиру и не получили. То есть, МВД не работает, Следственный комитет не работает. Деньги всегда оставляют след. И всегда можно найти, куда эти деньги ушли, куда украли и так далее. Продолжение следует...